А вас витая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Начальник Головного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ Администрации Президента Республики Беларусь Рыгор Шлык сегодня проведет прием в Будакашалевском райвыканкаме. Выники внешнеэкономической деятельности региона и задачи на гэтый год разглядали на посаджении Гомельского облывыканкама. Сегодня начальник управления Держаута инспекции Управления внутренних справ Гомельского облывыканкама Игорь Макушенко откажет на питание телеглядачу. И больш подробязна в гэтым и не только. Начальник Головного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ Администрации Президента Республики Беларусь Рыгор Шлык сегодня проведет прием в Будакашалевском райвыканкаме. А напереды дни у Гомелесустреца с ним пожадали каля 70 же хоров в области. З якими пытаньями зверталися люди ведают наши корреспонденты. Такая колька звернувшихся тлумачиться перш за все тем фактам, што тематику приему неким адным накерункам вырошили не обмяжовывать. Першая ж грамадянка Вера Наздрын-Платницкая, агучывая адразу каля десятка проблем. От неэффективности выкорастания чека умайомысь, высокого кошту импортных леков и низкий зарплат медыков, до работы жилёва коммунальной господарки. По слову жанчины, жировки приходят поздно, а тому часу оплатить их свои часова практически не застаётся. Яшедзин Гамильшанин просить допомогчих с просолодкованием, каб не трапець у спис утриманцев. Проблема у тым, што былый водитель мае цели шерах захворваню, які сурьёзно уплываюць на его профессийные здольності. Гражданин Республики Беларусь, и мы не должны его бросать думать. Я понимаю, что здесь мы не должны сегодня обещать того, чего не можем сделать. Ну, надо подходить. Тамара Феськова на приём пришла разом с племенником. У 2015-м годе хлопец доглядаў за тяжка хворым. У Кастрышніку минулого года закончил курсы повару, але просолодкавацца не змог. З улікам тяжкого финансового становиша, рашэння однозначная, необходна да помахчы. Я пришла для трудоустройства своего племянника, што бы помогли трудоустроить его, моего племянника. И, што бы освободили от налога этого затыняцтва. Всё решили за одну минуту. Я очень довольна и очень большое им спасибо. До решения, которые гамельчане, які спочатку планували присти на приём по пытаниях оплаты сбору на финансовання державных расходов, звернулися у створенную прыгарвы конками рабочую групу и отрымали станучы отказы. Калі своячасова звернуться за допамогою отповедной инстанции, значную частку проблем можна выршыць і без пратягнення республіканскіх органов. На сегодняшний день стоїть на учёте в качестве безработных, то есть люди, которые обратились как раз таки по вопросам оказания содействия в трудоустройстве, около семи тысяч. Поэтому этим людям, естественно, в рамках действующего законодательства, в рамках имеющихся возможностей, используя активные меры содействия занятости и оказывается помощь. Значная частка пытанню, з якими пришли на приём гамельчане, тышалася земельных спрычок. А про шатаго, некто не згодны со звольнением, некто ожидая полепшись жилёвые умовы. Частка пытанню выращается на месяц, а остатние берутся на контроль. Начальник Головного управления по работе со зворотами громадян и юридичных особ администрации президента Республики Беларусь Рыгор Шлык означает, мониторинг в ситуации на месяцах будет протягиваться и в дальнейшем. Повыехать и посмотреть, встретиться с людьми, выслушать их проблемы, изучить, попытаться их решить. Это ещё раз показывает, что власть у нас для народа, ради народа. И мы, и в дальнейшем, ещё раз подчёркиваю, будем это практиковать. Сегодня, как я сказал, главная цель – это изучение той ситуации, которая есть на местах. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телер-радокомпания «Гомель». Как ждут доходы бюджета Гомельской области и всех районов, в этом году досягнут 2 млрд 336 млн рублев. И больше, как 517 млн, тя мальчверть этой суммы складут подоходные податки с физических особ. Финансование державных расходов – тема нашего наступного материала. Олег Сенцеров подчеркнулся, на какие меты будут накерованные собранные сроки. Как и в попередние годы, бюджет Гомельской области сегодня социально ориентированный, когда 70% расходов накеровывается на новокольном сироте, оказание медицинских и адекватных послуг, да помогу семьям, которые выховывают детей, развитие культуры и спорта. Повинная дотация от Ромаи и Гомельская областная клиническая больница, головная медицинская установка региона. В тот год тут проводится больше 17 тысяч операций, когда 40 тысяч пациентов проходит курс для чайного стационара, и еще до 30 тысяч ампулаторно. То, что для самих же хоров Беларуси лечится бесплатным, для бюджету – весьма значные сродки. До речи сбор на финансование державных расходов по мере 360 рублей, которые предупреждены декретом номер 3. Это кост у себя только 5-дюнного находжения в Звучайной палате. В январе месяце текущего года средняя стоимость одного дня пребывания пациента в стационаре в нашей больнице составляла 76 рублей. При средней деятельности пребывания пациента в стационаре 10 дней в этом месяце стоимость лечения пациента составила 760 рублей. Надо сказать, что, допустим, один день пребывания пациента в отделении интенсивной терапии и реанимации стоит 510 рублей. А такие рутинные, обычные операции, часто выполняемые, как удаление желчного пузыря, грыжа, сечение, стоят больше 50 рублей. Один из самых значных артикуловых расходов в финансовании системы эдукации в целом на эту сферу плануется выдавить больше 28% консолидованного бюджету. Самая первая школа при торфозаводе в Гоминском районе была открытая 85 лет тому. Сучастный будинок сдаден на эксплуатацию в 2006-м. Сейчас тут вычисло больше 350 детей. Непосредственно с этого поселка, а также с четырех других вёсок. По околе занятки в школе проходят в одну измену, а лет с наступного научального года у торфозаводской школы планует перейти на двухзменный режим. Такие планы тлумачатся ростом колькоси детей у поселку. При этом, не глядя, че на относную близкость Гомеля, никто с батьков переводить детей у городские установы, на меру не выказывая. Хажут, что задавольняя усе от якости научания до харчавания, при том, что стравы у школы бесплатные и оплачиваются с бюджетом. Сирот инших артыклов бюджетных расходов, затраты на коммуналку, зарплату наставникам, подвоз наученцам на школьном автобусе и оздоровление. Правда, у старших классах наученцы отдают перевагу заняткам, а не поездкам у санаторий. У администрации установы означают, что частные выпускники, ориентованные на тремание конкретных профессий, наступным оборудованием, быть запотребованным и досягнуть у житей пыльных вышинь, сегодня это престижно. Старшеклассники, они уже практически, как я уже знаю, они уже выбрали свой путь, они выбрали себе уже дорогу, куда они будут поступать и целенаправленно к этому готовятся. Это, конечно, этому способствовала сегодня работа и классных руководителей, и работа сегодня в коллективах всего учреждения образования. Заразумело, податки люди платят без особенной радости. Разом с ним собранные сродки накируются на финансование таких мероприемств, которые реализуются в интервью самих людей. Значально большинство и выгодно иметь державные школы, больницы и дороги и отшивать себя при этом социально обороненном. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телер, радует компания «Гомель». Амаль 108% за мест в 105. Гомельская область по выниках минулого года первой канал один из головных прогнозных показчиков социально-экономичного развития экспорт товаров. Як працевали предприемства у экономично складанных летошних умовах, обмерковали на посаджении Абл-Канкама. Репортаж Марины Джалай. В минулом годе экспортные поставки мясомолочной продукции на российский рынок были обмежеваны. Як вядомо, опошний час такая проблема возникает не у першиню. Але отставание по внешнему гандле у этой глине было нивелировано по спяховой работе приватных организаций. Темп экспортного роста тут склал 120%. Что у тысячи цапрамысловых гигантов региона, беларусского металлургичного завода и беларусьнафты, то их внешнеэкономичная деятельность была меньше продукцией, чем год тому. А вот Гомельмаш на дворот с долей нарастить поставки за мяжу амально 40%. Меньш удалось працевали по экспорте послуг. Здесь у нас три есть предприятия крупные, которые занимают 40% экспорте услуг. Они сработали с очень низким темпом. Это запад транснефтепродукт, который занимается перегонкой нефтепродуктов из Российской Федерации. Это наша известная компания «Дельта», которая, к сожалению, снизила свои услуги в Российской Федерации. Это «Рейлпорт», который снизил транспортные услуги. До речи 2017-й пошелся неодренне. Рост экспорту склал амаль 125%. Головно не сбавить темпы на протягу года. И тут важно проявить не только экономичную продвачливость. Треба освоювать новые инструменты для нарушивания объема продажи продукции, которые применяются в сусветной экономике. Например, франшайзинг. Это, когда мы продаем товары разом с брендом. Это реклама и стабильный финансовый поток от выкрыстания наших логотипов за межами краины. Кроме того, необходимо иметь на увазе шмат векторность экономики. Когда не льга тримать добрую отдачу по одним накерунку, треба больше глубоко распроцовать другие экономические пласти. Например, у сферы туристичных послуг. Деловой туризм, медицинский туризм – это все те составляющие, которые помогут нарастить экспорт услуг наших организаций, работающих в этой сфере, и привлечь зарубежных партнеров. Финансовая опора экономики сприяли инвестиционный климат региона. Зараз на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 78 предприемств. Доведенные задания по росту экспорту и инвестиций, летость тут были огульными намаганиями перевыконаны. Як вядома, с початку года резиденты СЭС позбавилися широку льгот. Але держава пропонует альтернативные способы подтримки. Некоторые льготы наши резиденты потеряли, те, которые были зарегистрированы до 1 января 2012 года. С целью компенсации этих потерь правительством разработаны меры поддержки предприятий. Дополнительные льготы предоставлены. Это и на земельные участки, и по налогу на прибыль, и по НДС. Зараз до 70% товаров, які виробляються в нашем регионе, идя на экспорт. Открыть новые рынки, позбегчись забороны на продаж продукции у Российскую Федерацию и быть на крок на пераде конкурента – сюрвезные задачи, які экономичный сектор покуль вращает поспехово. Марина Джалая, Павел Антонов, Телерадо, компания «Гомель». Мужчин-водителям со святом веншовали девчины у форме – супрацовницы ДАИ и МНС. На площади Ленина инспекторы спыняли автомобили, за рулем яких знаходилися мужчины. Их просили представить супрацовницам ДАИ чистый талон, а коллегам з управления МНС – вогнетушитель. Водители подтвердили свою добросумленность. Самый первый со спыненных аутоаматоров продемонстровал талон, у яким не означено ни одного порушения, и отрымал сувенир от держа аутоинспекции. А вось вогнетушитель знайшовся только у третьей мауто. Выратовальники уручили водителю пожарный оповещальник. От шинной компании партнера акции каждый удельник отрымал сертификат на бесплатную диагностику автомобиля. Акция великолепная, настроение сумасшедше подняли, конечно. Очень неожиданно, когда инспекция останавливает и с водителем обращается вот таким образом, уручают такие подарки. Спасибо вам большое, хорошего настроения, с праздником. Уважаемые автолюбители, мужчины, сегодня в праздник День защитника Отечества, от себя лично, также от госавтоинспекции города Гомеля, МЧС города Гомеля. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма и удачи. Также вам желаю безопасности на дорогах. Не нарушайте правила дорожного движения, пусть ваш талон всегда будет чист. Сегодня начальник управления Держаута инспекции Управление внутренних справ Гомельского Аблова Конкама Игорь Александрович Макушенко откажен на питании телеглядачоу. У 19.01.20 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-4» интерактивную программу «Деалог». По час эфиру будет працевать телефон про мой линии. Поведомить об хвалючих проблемах, выказать конструктивные пропоновы на контрорганизации дорожного руху можно по номеру 77 68 45. На переддне свой юбилей отзначу у карыфей гомельской журналистыки уладальник широку литературных прэмий и гоноровый член Союза письменника у Беларуси поэт Михась Болсун. Михаилу Михайловичу спаунилась 75 годов. Больше, как 30 годов своего життя он отдал журналистыцы. Працевал у районках. Шмат годов присвятил Гомельскому областному радую. При этом верши поэт долго писал у стол. Сёння мае некальки выдадзенных сборников. З'является лауратом литературных прэмий и конкурсов. Узнагароджены знаком за великую кладу беларускую литературу. Радзима письменника Ча Черщина признала его гоноровым жахаром района. Калеги по праце сябры кажуть пра Михаила Михайловича як прашчырага, ветлівага і працавітага чалавека. Не глядзячы на узрост, ён вядзі актывны ладжыця працюе як журналист, письменник і публіцыст. Часто проводзіць творчай вечары і сустрэчы са школьніками. У 75 годов Михась Болсун захаваў юнацкий запал душы і рамантычный погляд на рычаіснасць. Паверці, што, кажыць, на пенсіі сумна. Гэта все залежыць ад чалавека. У мене на адварот. Мне не хапае часу. Проводзу літературні сустрэчы і звучнями ў школах, са студэнтамі, ў бібліотэках, не толькі горада Гомеля, але і ў сельскай міцовасці. Усё ў савакупності. Вось гэта і мене і дазваляя быць у той нусі. І вогулі я імкнуся ладзіць с усімі людьмі. Нахэтым выпуск завершэну у студэй працавала Наталі Ігнацянка. Усяго вам добрага і да новых сустрэчу ефіры. Субтитрувальниця Оля Шор